Всем привет, с вами Демьян. Сегодня мы совершим грандиозное путешествие по безграничной Вселенной, начиная с фундаментальных частиц и заканчивая с самыми большими известными галактиками. Поехали! Квантовая пена по теории пространства-времени является основной тканью Вселенной. Наблюдать или измерять ее непосредственно нельзя, настолько она мала. Нейтрино. Размер составляет 1 йоктометр. Нейтральная фундаментальная частица, способная проходить сквозь обычную материю. Взгляните на свою ладонь. Через нее ежесекундно проходит триллион нейтрино. Топ-кварк или же истинный кварк. 100 йоктометров. Рождается преимущественно в адронных взаимодействиях и распадается так быстро, что не успевает сформировать адронное состояние. Нейтрон. 1 фемтометр. Тяжелая элементарная частица, не имеющая электрического заряда. Является одним из главных компонентов атомных ядер. Атом водорода. 31 пикаметр. Является самым распространенным элементом во Вселенной. Дизоксирибонуклеиновая кислота. 3 нанометра. Макромолекула, хранящая в себе генетическую информацию, передаваемую из поколения в поколение. Вирус иммунодефицита человека. 90 нанометров. Поражает клетки иммунной системы, в результате чего работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретенного иммунного дефицита. В конце 2015 года в мире насчитывалось около 36 миллионов человек с ВИЧ. Кишечная палочка. 2 микрометра. Она поселяется в кишечнике младенцев уже через два дня после рождения. Эритроциты или же красные кровяные тельца. 7 микрометров. Клетки крови, что насыщаются кислородом в легких, а затем разносят его по телу, составляют примерно четверть всех клеток человека. Волос, толщина которого составляет 100 микрометров. На голове человека в среднем 130 тысяч волос. Крупица пищевой соли. 500 микрометров. Избыточное потребление соли может привести к различным заболеваниям, а смертельная доза составляет 3 грамма на килограмм массы тела. Муравей. 4 миллиметра. На каждого человека Земли приходится свыше 1 миллиона муравьев. Цент США. 1,9 сантиметров. Монета Соединенных Штатов Америки, чеканящаяся с 1793 года по сегодняшний день. Куриное яйцо. 5,5 сантиметров. В силу доступности является одним из самых распространенных пищевых продуктов. Баскетбольный мяч. 24 сантиметра. Человек. Средний рост 170 сантиметров. Если каждую секунду встречать по одному человеку, то потребуется примерно 200 лет, чтобы встретить всех живущих в данный момент людей. Слон. 5 метров. Самое крупное наземное животное на Земле. Средняя масса слона достигает 5 тонн. Дуб. 15 метров. На Земле около 600 видов дуба, многие из которых вечно зеленые. Дуб может жить до 2000 лет. Синий кит. 30 метров. Крупнейшая, из всех когда-либо обитавших на Земле животных. Его вес может достигать 180 тонн. Боинг 747. 65 метров. Дальнемагистральный, двухпалубный, широкофюзеляжный пассажирский самолет. Используется для полетов, начиная еще с 1969 года. Эйфелева башня. 320 метров. 41 год подряд оставалось самым высоким в мире искусственным сооружением. Центральный парк Нью-Йорка. Самый посещаемый городской парк в США. Посещаемость парка составляет примерно 25 миллионов человек в год. Большой адронный коллайдер. 8,6 километров. Крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, сталкивающий протоны друг с другом. Гранд Каньон. 450 километров. Один из глубочайших каньонов в мире. Находится в Колорадо. Штат Аризона. США. Естественный спутник Земли. Луна. 3500 километров. Совершает полный оборот вокруг Земли за 27 дней, 7 часов 43 минуты. Наш с вами дом. Планета Земля. 12,7 тысяч километров. Третья по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Солнце. 1 миллион 400 тысяч километров. Диаметр в 109 раз больше диаметра Земли. За год Земля получает от Солнца энергии в 20 тысяч раз больше, чем производит человечество. Полярная звезда. 40 миллионов километров. Звезда в созвездии Малой Медведицы. Ви-Ай Большого Пса. 3 миллиарда километров. Самая большая известная нам звезда Гипергигант. Самолету понадобилось бы 1200 лет на ее облет. Омега Центавра. 150 световых лет. Самое яркое шаровое звездное скопление в нашей галактике. Оно содержит несколько миллионов звезд. Население 2. Млечный Путь. 120 тысяч световых лет. Галактика, в которой мы живем. Конечно, ее нельзя увидеть целиком, но в темную ночь можно увидеть светлую полосу через все небо. IC 1101. 5 миллионов световых лет. Самая большая, известная сверхгигантская галактика. Она содержит около 100 триллионов звезд. Великая Стена Геркулес. Северная корона. 10 миллиардов световых лет. Огромная, плоская суперструктура, представляющая собой нить, состоящую из групп галактик, соединенных гравитацией. Это наиболее известная нам структура Вселенной. Наблюдаемая Вселенная. 93 миллиарда световых лет. Понятие в космологии Большого взрыва, описывающая часть Вселенной, являющаяся абсолютным прошлым относительно наблюдателя. С точки зрения пространства, это область, из которой материя успела бы за время существования Вселенной достичь современной Земли, то есть быть наблюдаемой. Вселенная. Это весь окружающий мир. Мы ничего не знаем о том, что лежит за ее пределами. Возможно, она намного больше, чем мы можем даже представить. Только вот пока не существует никакого способа точно ее измерить. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также смотрите прошлые выпуски, если бы СССР не распался и что будет, если напечатать много денег. С вами был Демьян, подписывайся на мой канал. Ссылка в описании. Все, пока!